всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюры диорамы и сегодня мы с вами поговорим про изготовление деревьев именно из проволоки путем скручивания один ролик на канале уже был но он был как бы не совсем информативен настолько насколько это возможно поэтому я решил сделать новый для этого вам понадобится медная проволока или любая другая у меня медная сечением 1 миллиметр понадобится то на что вы будете наматывать я взял линейку от палуки так как мне нужно небольшое дерево берем проволоку и наматываем на нашу заготовку какое количество оборотов делать зависит от того насколько толстое дерево вы хотите создать если вам необходимо будет сделать что-то очень толстая то желательно внутрь что-то вставлять или кусок трубки или еще что-то иначе будет очень большой расход проволоки которая сейчас не дешевая и вот мы намотали на нашу заготовку проволоку теперь снимаем все это разрезаем или вверх или низ зависимости от того где у вас находится окончание и начинаем скручивать это будет наш ствол сразу прикидывайте какая высота вам нужно потому что вот у каждого дерева сучки начинаются на разной высоте я ставлю сейчас такое количество скрутки но когда выполнял березу было выше и отсюда уже начинаете отделять определенные пучки на ответвление то есть здесь уже будет все расходиться на сучи большие маленькие это вы решаете сами как вам больше нравится ну или исходить из того как дерево выглядит в реальности то есть изучите посмотрите фотографии и можно делать даже фотографии мне нужно что-то ветвистое поэтому на верх я буду оставлять немного меньше и буду делать основные отводы в сторону основная форма нашего дерева задана теперь начинается самое интересное самое время затратная работа теперь нам нужно каждый вот этот вот пучок каждую эту прядь немного замотав в основание делить на уже более мелкие ответвление так делать с каждым зачем я сейчас буду по ходу объясняю итак мы сделали пару оборотов теперь мы делаем отвод в сторону при этом выбираем на какая толщина нам будет необходимо здесь делаем чуть потолще поэтому возьмем допустим вот пять нитей и начинаем их скручивать между собой после этого можно оставить две и начинать уже уводить в сторону после этого мы делаем петлю немного скручивая здесь делаем пару оборотов от этой петли чтобы закрепить опять же делаем петлю и закручиваем остатки проволоки которые вот остался от прошлой мы заматываем на ствол и такие манипуляции мы проделываем дальнейшем то есть каждая подобная прядь она будет закручена в петлю и вот когда мы скрутили все наши сучки перерезали петли у нас в принципе получается вот такой вот небольшой деревце ствол я скорее всего немного наращу за счет деревянной шпажки чтобы немного было повыше но он все равно будет на возвышенности мы это все рассмотрим на сейчас мы берем моделайт обычный и начинаем формировать ствол если кто-то не смотрел обзор на данные вещи я его прикрепил здесь в уголочке проходите смотрите берем две равные части компонента и компонента б предварительно немного смачиваем руки чтобы материал не прилипал делаем все по технологии скатываем колбаски перекручиваем их между собой и замешиваем и так берем наш материал и начинаем обмазывать ствол сверху вниз может снизу вверх кому как удобнее все делается для того чтобы не было видно проволоки можно пока убирать сучки которые вам мешают потом все это выправлять выпрямлять ничего страшного не произойдет самое главное скрыть ствол и потом перейти на мелкие сучки впоследствии все это разгладить силиконовой кистью или инструментом чтобы придать более правильный вид излишки материал сразу пускайте на мелкие сучки когда мы нанесли на основной слой который закрыл просто часть проволоки нужно выставить ветви именно так как вы хотите их видеть уже на законченном дереве иначе у вас когда это все застынет вы не сможете уже ничего поправить ни положения ничего поэтому делайте это все заранее я думаю что у меня будет примерно так потом сейчас мы сделаем текстуру перед тем как делать текстуру смачиваем руки обильно и выглаживаем можете взять канцелярский нож можете взять что-нибудь просто плоское у меня есть вот подобный инструмент и начинаете рисовать ту текстуру которая вам интересна в данный момент материал очень легко поддается подобной обработке поэтому я не думаю что у вас возникнут проблемы на этом этапе поддается и и и и и и и подобным образом у нас начинает выглядеть ствол после того как мы сделали текстуру коры мы берем текстурную пасту от фирмы Таир стоит она относительно недорого поэтому но вы можете также использовать обычную шпаклевку акриловую из строительного магазина можно шпаклевку по дереву после высыхания нашего слоя я немного окрасил в древесный оттенок чтобы не так бликовало и подобным образом оно начинает у нас возникнуть в древесный оттенок как выглядит наше дерево теперь у нас есть два пути развития можно использовать для формирования кроны подобные вещи это спонж который уже собран в комки для удобства обращения с ним называется это вещиком комой фолиаж в принципе купи его можно купить он не так дорого стоит а мы с вами будем использовать природный материал я сходил на улицу набрал не знаю что это за растение не пытайте меня подобные вот растения мы его будем приклеивать к нашим ветвям а после этого будем присыпать тем же самым фолиажем возьмем цианакрилат я буду использовать его надо взять какую-нибудь емкость внутри положить фольгу или что-нибудь подобное и использую в таком виде он в принципе довольно продолжительное время может не высыхать и начинаем приклеивать наши веточки на промежуточном этапе наше дерево выглядит подобным образом сейчас мы берем лак обычный спрей из баллона и начинаем обрабатывать наши ветки после этого присыпем все это молотом спонжем обработали лаком и начинаем присыпать лаком и и лаком и и и после нескольких слоев и нескольких цветов флока наше дерево имеет подобный вид единственное останется немного поработать со стволом мы сейчас этим займемся надо будет сделать сухой кистью небольшую неоднородность цвет ну и сейчас этим займемся возьмем два или три цвета темный светлый и будем с этим работать берем палитру темно-коричневый немецкий желтый и думаю этого будет нам вполне достаточно для метода сухой кисти я использую кисть рублев из набора миниатюра 2 так как она идеально подходит для этого я работал ей уже на технике с масляными точками советую к приобретению после того как мы немного прошли светлым оттенком мы берем темный оттенок и повторяем манипуляцию но уже проходим по углубленным местам самое главное чтоб кисть была сухой и пока я думаю на этом наше дерево будет готово единственное после установки на основании надо будет уже подбирать оттенки под само основание использовать ли мох на данном дереве не использовать но на данный момент это дерево имеет финальный вид после установки на основании оно будет уже дорабатываться я думаю я все это буду показывать и кому видео оказалось полезным подписывайтесь на новые видео ставьте палец вверх всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч для новых встреч